А возле Кабмина митинговали. Владельцы машин с европейскими номерами парализовали движение в правительственном квартале и в результате весь центр столицы. Чего добились участники акции и почему киевским водителям пришлось стоять, в пробках выясняла Юлия Жешко. Именно так началось сегодняшнее утро в центре столицы. Из-за акций протеста перекрыт весь правительственный квартал. Автомобили с литовскими, польскими и эстонскими номерами стоят от Европейской площади до здания парламента. Все потому, что их владельцы требуют изменить правила растаможки иностранных авто. Мы хотим, чтобы для украинцев были такие же цены на размытление, как и везде по Европе. Если мы уже туда движемся, давайте уже двигаться в этом направлении правильно. Между тем, таможенники утверждают, покупатели иностранного транспорта оплачивают только 10% пошлины и 20% НДС от стоимости авто. При этом госбюджет теряет значительные суммы. В таможенной службе утверждают, с начала года в Украине находится более 700 тысяч авто, ввезенных временно или в режиме транзита. Но сами участники акции говорят, их гораздо больше. Их около 3 миллионов уже в Украине. Это всего лишь мало сегодня вышло. Но таможенники парируют. Неучтенные находятся тут нелегально. За два года было составлено более 25 тысяч актов о нарушениях таможенного кодекса. И выписано штрафов более чем на 200 миллионов гривен. Не говоря уже о количестве ДТП, устроенных по вине евробляхеров. Прокомментировали ситуацию и в фискальной службе. К тому же ГФС сообщили, на этой неделе при поддержке правительства была создана рабочая группа. В ее составе были и фискалы, и собственники автомобилей. Речь шла о таком выходе из ситуации, как понижение ставки акцизов. Подключилась к обсуждениям и глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее словам, на уступки митингующим идти не стоит. И условной амнистии для них не будет. Чтобы не ущемлять права людей, которые исправно платят налоги. Юлия Жешко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер.